Друзья, всем привет! Зато он радует своим разнообразием квестов и активностей. В этой серии я попробую выполнить часть из них и даже спасу того самого раненого сталкера. Спасибо за вашу поддержку лайками, наливайте себе чай и приятного просмотра! Я там в группе разработчика прочитал, что вышел патч, который требует начала новой игры. И вот там, представляете, теперь можно откупиться от преследования вот этого гада. Господи, который за тобой бегает. Так, ну и походу надо всё равно купить сейф. Мне ребят писали, мол, зачем? Хотя, подожди, там же в двигательном отсеке есть рюкзак. Если тут из ящиков не воруют, то я могу, соответственно, в двигательный отсек положить. Добро. Уж у меня в море. Я сейчас, конечно, попробую что-нибудь прокачать, наверное, в севе. Что, тайник? Ну мне уже некуда класть. 61 и 60. Мне до 70, я, конечно, могу поднять. Ну вот он ящик. Простенький. Так много подствольных гранат падает, а подствольника я ещё ни разу не нашёл. Не совсем понимаю, на что влияет, признаюсь ли я, что заболел вирусом. То есть, будет ли так, что все помрут на Шевченко, потому что я там их не предупредил. Надеюсь, что не будет, но признаваться я не могу, так как мне закроют доступ на базу, а мне нужен этот доступ. Подожди, тот же был рюкзак, я точно помню. То есть, разработчик хочет сказать, что исчезают тайники со временем. Ну, разумеется, уже пустые. Или как? А снял, сейчас что-то сработало. Да я говорю, проще купить уже за 15 тысяч этот ящик. У меня всё равно куча артов. На неделю. Нормально, я думаю, на неделю. Я же всё равно, вряд ли тут будет столько времени. Так как пришли на баржу, сейчас надо сдать квест нашему командиру. Ух, сколько квестов. Кажется, большинство из них целых 6. Это циклички, я так понял. Что тут, что тут. Всё, забирай 10 тысяч. У меня тем временем патроны для моего Бизона кончаются. Что-то новое, что ли? Взять, пострелять. Кстати, а вот эти ему блокноты всякие я же принёс. А почему нельзя продать? Ну, подожди, я что, опять отказался там где-то что-то как-то? Да я же не отказывался вроде. Хотя он вроде... Не, он берёт. Ну, так, если продать, но за копейки. 165 рублей там это. Так, подожди. Я же соглашался на его. Ну, ай, ладно. Пойдём наверх к капитану, заодно к технику. Вот это собака, конечно. Что-то разраб... Её уже неоднократно показывал. Намёк какой-то или что? Так, во-первых... А, починиться нельзя. Да и прокачаться нельзя, да, Геб? Необходимый расходный материал. Столько всего, и ничего из этого не подходит, ты хочешь сказать? Ладно. Разрешите обратиться. Подожди. Так я же не знаю, он мне ничего не говорит про этот квест. Я просто думал, к нему можно прийти. Ну, ладно, найти врагов тут на локации три квеста. Далее, игра по крупному, найти лагерь бандитов за ВНЗ. Да мне, походу, в ту сторону. Как раз тут почти все квесты, но я не пойду пока на другую локацию. Отправиться на кладбище техники, эти три квеста наверху. Поговорить с капитаном. Это с моим капитаном, а не с этим. Водка последняя, осталось опять. Хорошо ему, смотри, водку дёрнул и хорошо. Интересно, а вот если у меня неделю реально не будет? Ящик, всё содержимое ящика исчезнет? Или, надеюсь, просто закроется, я оплачу и снова получу доступ? Вот это вопрос. Ну, конечно, можно какие-то ещё арты скинуть. Дроби плюс, конечно, многовато. Всё, погнали. У него даже лицо там видно, кстати. Кость маска вообще прикольно сделана. Нереально. У этого не видно, потому что у него старая моделька используется. Костюм, а у этого же, видите, какие-то новые баллоны там. Так, а ты кто? А, это сталкерня тут сидит, с которым можно поругаться, но я не хочу, если честно. Говорили сразу, я записываю эту серию, не выпустив ещё предыдущую и не прочитав комментарии. И все последующие буду выпускать, так? Потому что записываю наперёд. Поэтому имейте в виду, если какие-то будут подсказки, я их не увижу уже. Потому что я уже всё записал, что мне нужно. Так, подожди, нет, давай поспим. И после сна уже пошуровали. Вот тут в проходе, как бомжик, спим до 7 часов. Проснулся, похмельнулся. Что у меня за флаг, кстати? Подожди, тут же всегда был украинский. Жёвто-балакитный. А сейчас какой? Красно-белый или красно-голубой? Не знаю, что это за цвет. Напишите в комментарии, что это значит. Так, ну а я всё. Значит, сейчас нам нужно направиться, наверное, и по главному всё-таки квесту, а по второстепенкам. Ну и по второстепенкам успеем. О, Шурик по читальём пошёл куда-то. Только не помри, брат. Уно, я был там пусто, верно? Чего? Нападение мутантов на лесопилке сталкер держит оборону. Не совсем понимаю, что это за тема. Как бы догадываюсь, что это от разработчика такой. Он демонстрирует таким образом остаток волны мутантов, когда-то давнешние. Вот сейчас маленькие группы нападают. Вот, смотри, что произошло. Просто взяли, собаки появились. Но за это никакой ни награды, ничего. Вот, допустим, я им помогаю. Смотри, нож достал. Нет, конечно, Рэмбо, блин, с ножом идёт на мутантов. Ладно, я пойду, потому что... Чё это такое? Я помню, в одном СИ такое было. Мне так никто до конца не ответил, что это. Я сам не понял, что это такое. Ладно, давай, наверное, в этом направлении влез. В аномалию соснодуб. А ну-ка, на месте прошлого доедника под валуном. Ничего. Аномалия соснодуб. И опять кресты. Обратите внимание, что много крестов по мере путешествия. Тут какая-то аномалия. А, даже ничего не написано. Хам. Зона по тебе, наверное, будет скучать. Неизвестный. Было бы интересно, если бы была лопата некая. И ты мог бы раскапывать эти могилы. Ну, как бы моральный выбор. Хочешь? Копай. Но моральный поступок этот, конечно, отвратительный. Но не хочешь? Не копай. Я помню, в каком-то моде мы же копали могилы. Золотой шар или фотограф? Так, тут кто-то отбивается от снорков. Помогите мутанты. Мне кто-то вульф. Вульф, давай! Блин, я со своим монстробоем его не смог защитить. Да там буквально микросекунды не хватило. Блин, давай, я успею. Я смогу. Я смогу. Не, его можно, кстати, спасти. Да двигайся же ты, не стой! Да иди шури отсюда. Вульф, живи! Что там встретится в кустах? Ты живой? Руки, ноги целы. Садись, я посмотрю, что там в кустах встретится. Видите? Что-то моргает. О! Житом погибшего. Ну, видишь, я что-то опять мискликнул. Как, блин, в тот раз в квесте, в НЛС, где я случайно отказался от квеста с ящиком патронов в темной долине. Тут то же самое, видимо. Да где тайник-то, не пойму. А, вот. Спрятали, хорошо. Спасибо, мужик, выручил. Я вульф, меня весь кордон знает. А тебя как величать? Неважно. Я просто мимо проходил. Хорошо, мимо проходящий. Чем мне тебя отблагодарить? Да ничем. Либо деньги выворачивал в кармане. Ну, ничем, так ничем. Ладно, как скажешь. Чего это ты с таким барахлом на снорков полез? Ну, во-первых, это не я на них полез, а они на меня. Во-вторых, я не могу свалить отсюда, потому что жду одного человека. Кстати, ты его не видел? Худой такой, в золотом комбинезоне. Кличут мухобоем. Нет, такого не встречал. Жаль. Мы с ним, понимаешь ли, одну вещь должны найти. Здесь, на затоне. Он точно знал, где она находится. Обещал показать. Вот я его и ждал. Что за вещь? Артефакт или ничка чья-то? Не то и не другое. Слушай, а можешь поискать этого мухобоя? Пожалуйста. Я в долгу не останусь. Почему бы и нет? Круто. Вот его приметы. Сбрасывает инфу. Да. Вроде бы он должен был появиться со стороны станции очистки. Если застанешь его живым, поторопи. Если нет, дашь мне знать. В любом случае, я в долгу не останусь. Станции очистки? Это тут, что ли? Цеха под станции. А, это вот сюда прям. Ну, переработки. Да, станция переработки. Ладно. Пожди, а если я с ним что-нибудь попрошу? От денег не откажусь. Ладно, как скажешь. Так и что, он мне дал что-нибудь? 56 тысяч. А было сколько? Просто мне написалось, мол, вот плюс деньги. А было 54. Короче, пару косарей мне дал. Или две с половиной. Вворачивай карманцы. Мужик, ты что? Ты же вроде как помог. Расслабься, зелень. Давай все сюда. Вау, а у него реально есть что взять. Ну, разумеется, я так не буду делать. Блин, а пузырь бы мне очень помог. Я просто посмотрел варианты. И он, конечно, еще куда-то побежал. Можно за ним проследить. Но я думаю, что никуда он меня не привезет в итоге. Поэтому пусть будет. А еще прикольно то, что ты можешь отыгрывать мразь. И при этом тоже что-то получать за это. То есть, один раз ты отыграл мод так. Другой раз можешь отыграть этот. И так далее. Ладно, смотри. Вот тут ближайший квест. Найти врагов. Ну, я так понял, это цикличка обычная. За которую я получу два с половиной косаря. Но мы попробуем. Чтобы потом с гордостью говорить. Я все попробовал. Правильно? А что на нем отметка-то висит? А, потому что я его друга еще не нашел. И просто как бы, чтобы я его не потерял. Ну ладно. Кто тут будет? Мутанты или люди? Ну сейчас никого не видно. Скорее всего, просто появятся люди. Толпа. Как в прошлый раз. Кто где? Ах, нихрена себе. Обалдеть, в смысле? Уже тут люди есть. Что-то как-то жестко. Что-то им как-то вообще пофиг. Вроде остался последний раненый. Если не путаю. А, нет, живой. Броню мне все убили. 4500, кстати, за это получаешь. То есть, в принципе-то... Шубин, молодец, мужики. Те, сволочи, давно грозились на наш лагерь напасть. Высылайте награду за опасную работу. В общем, 4500. Выполнить два таких квеста. И ты уже фактически отбил аренду ящика. Ого, какие уже дробовики серьезные. Форт 500 тот самый. Ну все, все, что мне нужно взял. Отсюда мы можем отправиться уже на нецикличный квест. Доктор Арбузов попросил меня там медикаменты какие-то у бандитов достать. Вроде он сказал, что с ними можно попытаться договориться. Конечно, если все можно решить хорошо, без убийств. Я ранен, помогите, Петро Модератор. Ой, ребят, ну вот вы же понимаете, что я до него не добегу. Я даже не буду перезагружаться и так далее. Опять ты, сучара! А, там еще и освободит заложника. Фу, это он что ли? Ну пойдем к нему в первую очередь, конечно. О, он чувствует, что я не успею. Жмыхнуло. Ну вот уж что, сидят в плоти. Кабаны. Или что это там? Да, это кабан. Опять ты. Как ты задрал. Как хорошо, что добавили возможность откупиться. Но это надо новую игру начинать, видишь? То есть мне не вариант этот патч ставить. Откупиться от этого черта можно только в баре бомбоубежище. Там еще какие-то правочки интересные. И полезные. Хорошо, что разработчик довел до ума. Мод. Странно, но Петро Модератор еще жив. Может я успею? Да, не, бред какой-то. У меня еще энергетика, блин, нет. Есть, конечно, Геркулес. Смотри, у нас тут квест «Освободи заложника» и ту же снизу Петро Модератор. Что они делают? О боже, только не вы. Они, короче, не могут добить сталкера раненого почему-то. Ну, под неправильным углом стреляют. Погиб сталкер Петро Модератор. У меня еще и оружие говеное, да? Они его ножом пытаются зарезать. Не, я ему никак не успею. А, Петро Модератору опять сдох. Я не успел таки его. Да все, в жопу, короче. Надоело мне это. А вот он Петро Модератор таки. Все-таки он живой. Вернем, он был нормальный, потом стал раненый. Отвести заложник на Шевченко. Подожди сначала. Опять ты, да как ты забодал! Боже, как я просто устал от этого всего. Держи аптечку. И что? Подожди, и что дальше-то? То есть я всю жизнь старался помочь раненому сталкеру, чтобы что? Он просто пошел своей дорогой. Все, Петро Модератор уходит. Туда ему и дорога, значит. Так, тут найти по три... А, вульфа. Может пойдем найдем? Я, конечно, с балластом бегаю. Его могут замочить потенциально. Ну, посмотрим. Если будут уж больно сильно мочить, то отгрузимся. То отведем его. А так давай попробуем. Там явно, конечно, все не так просто будет. Ты вообще хотел сразу медикаменты достать? Ладно, посмотрим. Там кто-то есть. Вижу зомбу. В основном они. Будет ли там контролер? Вот такой теперь вопрос. Тут есть артефакты? Ну, вообще, похоже, что нет. Понятно. Даже контролер тоже человекоподобный мутант. А ты что? Смотри, опять эта тварь пришла. Чего он пришел и ушел? Ты что за херня? А, тут еще один? В смысле? Что за семья? И отстаньте от моего друга! Все, что ли? Аж два контролера здесь было. Что за пара такая? Интересная. Ну, конечно, теперь тайники фиксируются по всем параметрам. Это что? Какие-то мешки. Ну, да брат, тут в любом случае. Опять ты пришел, парень. Где он? Все, как-то подошел в упор. Как он задрал? Ну, как же он задрал? Необходимо топливо? Зачем? Ладно, разберемся. Пока тут абсолютно пусто. Неужели надо было топливо сюда купить? Чтобы что-то случилось. Опа, а что такое? Канистра, которая не берется. Да, то есть в ней есть топливо. Но я не могу взять. А, тут кто-то есть, кстати. Кто это? Ох, черт. Что произошло? Какую-то заразу подцепил. Мутит уже третий день. Просто выворачивает и сил нет. Это тоже самый чел, который уже был. Ну, вернее, это не он. Прикольно. Это другой такой же болеющий сталкер. Он мне дал тайник где-то. Вот тут, ясно. Так, что мне нужно тут с этим вульфом-то сделать? Объясните, пожалуйста. На затоне мне постречался... Ага. Попросил найти его приятеля мухобоя. Живым или мертвым. Ты что делаешь? Че? А че он убежал-то? Дядь, ты че? Обратно спередет. Все, что он знал, это то, что мухобой должен был появиться со стороны станции очистки. Крузачок. Не кисло. С добром. Опять никто видит. Все правильно. Че? Блин, да ты издеваешься. Он покраснел почему-то для меня. Неужели потому, что я облутал тайник, и тайник взорвался? Не, вы не... Не может этого быть. Типтоник взорвался, он надамажился, и из-за этого покраснел для меня? Вы че? Это же бред собачий. Подозреваю, что так. Потому что после того, как я замочил контролера, может ты же сказал, что вот ты тогда в него дробью попал, когда тут стрелял. Нет, он желтый. То есть это именно после взрыва тыника. Че? Во? Опять ты черт. Как же ты задрала. Опа. Или заигнорировать их? Класс. Летают под люки. Один готов, но тут вроде и второй был. Ты че опять убегаешь? Желтый вроде, а че убегает? Молодца. Готов. Круто. Че сейчас случилось? А, типа тут наверное дым должен быть, ты понял? Звук дымовой гранаты, но дыма нет. Я не знаю почему. Какой-то баг-лаг. Типа когда близко подходишь, он должен исчезать таким окаром. Понятно. Так, у меня всего одна водка осталась. Понимаете в чем прикол? Я сейчас реально могу откиснуть. Ну и находим тут покойника. Это тот самый мухобой. Куда мухобоя? Куда сталкера мухобоя? Содержит много информации, говорящей о том, что бывший владелец промышлял разорением могил. В частности, имеются такие записи. Вчера обследовал еще одну точку. Ничего ценного, кроме пары личных вещей. Или на медне, во время раскопки, меня чуть не заслукали два каких-то придурка сталкера. Еле ноги унес. Надо быть осторожнее. Последняя запись гласит. Со мной связался какой-то парень и дал инфу о могиле одного известного сталкера, которую он очень хотел найти. Я расспросил его как следует. Оказалось, что это более чем ценная информация. Я просто обязан воспользоваться этим. Могилы грабим, значит, да, Вульф? Ё, че с моей броней? Все правильно. Скорее всего, она уже не жилец. Вот еще могила. Николаевич повидал полмира. Научил многих из нас. Здесь прилег отдохнуть. Хм, ну давай отдыхай. Слушай, а где же мне водку взять? На Шевченко ее нет. У наших? Я не уверен. Ну, может, конечно быть. Так, вот тут, значит, квест. Можно потом оттуда сразу на Шевченко пойти. Как бы мы его, кстати, не пришибли. Да, они нейтральные. Поговорить с тидером банды или атаковать его? Конечно, поговорить. Че надо, сталкерок. Медикаменты с разграбленного склада? Я знаю, что они у вас. А, так тебе чисто колеса нужны. Есть у нас такое знатное, другота. Могу продать. Тебе сколько отсыпать? Вообще-то мне нужен весь медицинский набор. Типа оптом, да? Это будет стоить 70 косарей. 70 тысяч? Ты в своем уме? Я не понял, сталкерок. Ты че, быковать пытаешься? Цену сбить? Там импортное штыревание хрирового качества. За такое 70 косых? Это еще по-божески. Это большие деньги для здешних мест. Не гони, сталкеришка. Мне с моими пацанами этих бабок хватит на один раз в бомбоубежище побухать. Если не устраивает такая цена, иди на все четыре. Сволочь блатная. Может, обменяешь на что-то? Артефакты? Бирюльки нас не интересуют. Мы другим делом промышляем. Жаль. Придумать, что делать дальше. Договориться с ними не получается. Главарь требует за медикаменты неподъемную цену 70 тысяч рублей. В принципе, можно просто напасть и отбить имущество. Но, во-первых, бандитов много. Во-вторых, не факт, что они прячут медицину именно в этом лагере. Не надо спешить. Стоит подумать и поискать другие варианты. Возможно, с кем-то посоветоваться. Встретиться с качаем. А, это оказывается тут рядом. Для чертила. Во, нарисовался. Как ты узнал о том, что мне нужно? Подслушал из-за кустов. Да не кипишу, делаюсь к тебе. Вижу, что ты сталкер, типа серьезный. Сертый. Тебе нужны те медикаменты, а мне твоя помощь. Подсобишь пацану, пацан не забудет. Моля буду. Предлагаешь сделку? Ну и что взамен? Слушай расклад. Жиган этот промышляет тем, что трясет не мелочь всякую с бирюльками, а курьеров. Что от торгашей местных за периметр рыскают. Короче, работает по-крупному. Курьеры вычислить, та еще за пара. Они тайно шмыгают и с охраной, потому как бабло брюлики и снарягу на себе таскают. Это чисто для того, чтобы ты прохавал фишку. А теперь по сути. Жиган падла. Меня намедник кинул на нехилое бабло. Занял, типа. Отдавать не стал. Если я это спущу на тормоза, меня пацаны уважать перестанут. Потому я хочу эту собаку наказать. Вычислил я, что в скором времени он со своей братвой должен делать скачок на очередной караван с хабаром. Если вмешаться и испугнуть его, то это будет отличная месть. И перед своими пацанами он авторитет потеряет. Кроме того, среди хабара в этом караване должна находиться одна очень ценная штука. Которую Жиган в натуре заполучить давно мечтает. Да что я ему кладюсь постоянно, я не понимаю. Он что, святой какой-то? Смотри. Опа. Постоянно. Если поможешь мне обломать Жигана, я отвечаю, что достану тебе тот мешок с медициной, который ты ищешь. Я знаю, где Жиган его прячет. И как мы можем ему... И как мы можем ему помешать. Надо в натуре так организовать, чтобы караванщики эти живы остались и успели свалить. Я знаю, где Жиган с братвой засаду будет делать. И откуда пойдет курьер с охраной. Предлагаю дождаться момента и шмальнуть по охранникам. Можно даже не мочить, просто напугать. Если курьер упадет на измену и успеет свалить, то Жиган обломается по самой помидорой. Главное не спалиться самим. И не допустить, чтобы слили курьера. А то трындец. Ты это свалишь, а на меня наехать могут. Ну так что, прохал фишку? Короче, можно его замочить. И спалить его Жигану, тогда получить скидку. Не знаю, что там. За 40 тысяч. Неплохая идея, я согласен. Лады, тогда встретимся на холме, возьмем снаряда. Там будет весь замес. Договорились. Это там, да? Ну хорошо. Там можно было отказаться, но я не знаю, что по итогу. Наверное, можно реально накопить 70 косарей и отдать. У меня сколько? У меня 58. То есть там продать все арты. Два вверта, я думаю, хорошо будет стоить там патроны, туда-сюда. И, наверное, 70 тысяч можно накопить. Но тут-то поинтереснее можно как-то решить этот вопрос, правильно? А где? Посмотреть лагерь. Пачка сигарет. Сигаретная пачка с надписью Лесопилка. Баклан должен 5К. Лесопилка? Дядь, ты же не пойдешь на Лесопилку. Там вообще-то наши хмыри тянут. Они тебя того. Так, дальше что? Надо посмотреть его лагерь, чтобы понять, куда он мог деться. Так вот же, что, скрипт что ли залагал? А, нет, смотри-ка. Брошенный предмет осмотреть. Нож, который обычно носят бандиты. Да иди отсюда, кукарача! Короче, он бандит. Плюс он пойдет на Лесопилку брать долг какой-то. Что я еще тут могу найти? Блин, а вдруг я зря подобрал этот жетон, который тут был? Да вряд ли. Ага, рюкзак. Пустой рюкзак, разрезанный ножом. Найти лагерь похитителей. Сталкер Вульф пропал. Судя по всему, его похитили бандиты, скрывающиеся где-то в Лесопилке. Надо найти их и разобраться в ситуации. Сразу же палить похитителей не стоит. Возможно, они похитили Вульфа неспроста. Репутация последнего под вопросом. Да, это правда. Шурум в сторону Шевченко, чтобы сдать вот этого парня, наконец. Может мне пушку поменять? Да у меня, по-моему, нет другого слова. Что-то у меня осталось на предыдущих локациях и так далее. Все, товарищ, что ты не идешь? Шесть тысяч, Шубин. Спасибо, что вернул парня живым. Лови денежку на счет. У меня уже шестьдесят четыре. А с ним самим-то можно поговорить? Ну-ка, буду болванчик. С ними поговорить нельзя было. Там, он мне ничего не сказал. Спасибо, не спасибо. А, так тут квесты-то заново не появляются. Неужели можно просто все выполнить? И получить за это какой-то бонус своеобразный. Так, ну я его привел и все. Больше тут вроде ни о чем поговорить нельзя. Надо идти дальше. Может, реально коллаж взять? Ах, нихрена себе, пятьдесят пять косарей. Спасибо. Я лучше из рогатки в них постреляю. Почему же я не могу ему вещи погибшего сдать? Что за бред? Я соглашался на это, я точно помню. Ну, как пять, как обычно. Ладно, тогда убираем пока эти приколы. Энергетик даже не продает. Так, ну и все, задерживаться тут больше нет смысла. Идем дальше. Получается, куда-то в сторону. Извиняем снаряд. Тут по поводу Вульфа. Тут еще много, короче, квестов. Да, первым делом. Ну, ближе вроде как в эту сторону. Там заодно и с капитаном можно поговорить. Можно сходить на Изумрудное? Потому что я тут вообще не... Там Химера. Хм. Блин. Тогда, конечно, попробуем с ней повоевать. Но чувствую, для меня это может кончиться плохо очень. Нифига ты. Все, утре патрона. Еще одна есть. Готово. Ни хрена себе. Мне ружье вообще, короче, балдует. Да что же это, надпись никак не пропадет, елки-палки. Все, надпись пропала, а там что? Реагирует. Не знаю. Что-то моргало, но по факту ничего. Нет. Так, а чего тайники-то? Просто в тайнике велик шанс все-таки водку найти. Это что такое? А, это тоже вещь погибшего сталкера. Ну, есть что-то. Вот он, ящик. Вот уж повезло. Тут уже нет. Да. Что-то как-то тухло. Всего один тайник нашел. Ага. Как же замучаешься искать? Вот уж повезло, так повезло. Но не в этом случае. Круто. Так, ну смотри. Я уже рядом с бандитами. Конечно, будем стараться договариваться. Но если они попросят семь из косарей. Почему я как бухарик выгляжу реально на аватарке? Я же вроде какой-то такой тертый калач. Да, у меня есть проблемы с алкоголем, но калач-то я тертый. А выгляжу как бомж. До сих пор вспоминаю, какой же крутой мод. История бомжа Толика. И все его последующие части. А там разработчики еще хочут историю Пухтинского делать. Ой. Надеюсь получится, не понял. Че? Просто арт валялся на дороге. Но лишним не будет. Да, тут кое-кто есть. Хватит играть на его губной гармошке, чел. Отдай человеку. Так с кем побазарить надо? Натчу, видно, с паханом. А, сталкер. Уходи. И тебе привет. В чем проблема? Не в чем. Просто уходи. Ты нам мешаешь. Странно, конечно. Что странного? С виду четкие пацаны. А ведете себя пристойно. Разговариваете, они на жаргоне. И обращение с незнакомцами нормальное. А ты что думал? Что все бандиты тупые, быки и деревенщины? Может и не все. Однако я здесь по делу. Отпусти этого сталкера, что у вас в плену. Знаешь, кто он такой? Вряд ли ты в курсе всех подробностей. Посвяти меня в них. Его приятель по кличке Мухобой должен нам денег. Был должен. Потому что погиб. Однако по законам жизни, которых я придерживаюсь, в такой ситуации долг можно потребовать с его друга. То есть с этого штриха, который у костра сидит. О каких деньгах речь? И почему он вам задолжал? Грязная история. Мои люди застыкали друга этого Мухобоя за разорением могил. Поймали и, так сказать, спросили как с гада. Он признался, что искал артефакты, в которые иногда превращаются останки погибших. Причем не всех подряд, а только самых опытных сталкеров, которые провели в зоне много времени. Верить ему мы не стали, просто избили и поставили на бабки. А когда выяснилось, что Мухобоя больше нет, то повязали его приятеля. Но ведь его приятель по сути ни при чем. Мы не сталкеры. У нас другие законы существования. Не пытайся их понять и не пытайся навязать нам свои. Ладно, давайте договоримся что ли? Ну давай. Я так понял, ты заинтересован в освобождении этого сталкера. Предлагаю несколько вариантов. Заплатить его долг, который составляет 35 тысяч рублей. Или же принести нам пару неплохих артефактов. Например, медузы, огненные шары, ломти мяса, грави или каменные цветки. На твой выбор. Хорошо, я попробую заплатить выкуп или достать артефакт. Приятно встретить трезвомысличего человека в зоне. Желаю удачи. Один вопрос. Вы совсем не похожи на бандитов. Кто вы на самом деле? Не все бандиты внешне похожи на бандитов. И даже повадки не всегда их выдают. Тем не менее, понятно. Выкупить вульфа у бандитов. Так, ну давай думать. У меня есть пару вывертов, но это, блин, слишком дорого. Я, конечно же, убрал свои, блин, кристаллы. Но вряд ли они бы подошли, да? Лишь два артефакта, таких как медузы. Медузы, то есть две медузы. Либо два огненных шара. А можно и медуза, и огненный шар. Мне кажется, можно. Медуза, огненный шар, ломанец мяса, гравий, камень и цветок. У меня есть один ломанец мяса. Да я думаю, это не проблема. В принципе, два арта найти. Да хватит, что ли? С этим все понятно. Поговорить с ним нельзя? Нет, вроде. Идем говорить с нашим главным капитаном. Субтитры создавал DimaTorzok